всем привет сегодня у нас 28 сентября за сентябрь первый день такая погода шикарная тепло солнышко вообще огонь у нас осень в полном разгаре красота сегодня хочу вам рассказать как выбрать и купить для себя для использования рабочий самовар тут на днях вообще многие мне пишут в личку виталя где и как купить самовар и тут на днях мне написала моя подписчица и сказала что купила самовар в своем городе когда его начали они использовать к сожалению появились протечки самовар потек и так сейчас вам расскажу как не попасть такую ситуацию кто у нас не коллекционеры поэтому им важно техническое состояние самовара то есть чтобы его можно было использовать с чего начинаю ну во первых внешний вид визуально самовар должен быть без всяких подтеков вот здесь вот по кранику снизу такой зеленоватый налет это первое второе ручки должны быть не вмяты туда в корпус это у них болезнь самовары роняют и они туда вминается соответственно по этим местам начинает протекать с обоих сторон смотрим также кран чтобы у него не было никаких хождений не было никакого припоя здесь то есть если есть припой значит уже что-то делалось и не факт что сделали хорошо дальше смотрим поворачиваем чтобы на корпусе не было никаких трещин никаких паек и так далее чтобы все было одного цвета здесь снизу вот здесь топка находится вернее зольник тоже чтобы не было никаких таких разводов зеленых как бы подтеков это первые признаки что самовар если их нету значит это первые признаки что самовар не течет но опять же это не факт самое страшное не ручки даже не кран а когда течет топка внутри сейчас открою вам и покажу открыли самовар и смотрим вот это у нас топка сюда резервуар для воды заливается вода сюда ложится лучины ну дрова по сути разжигаете и соответственно когда топка нагревается закипает вода не знаю как вам показать надеюсь все будет видно так внутри вот этого резервуара для воды вот там внизу вот самом низу видно нет там на видео так вот внизу там идет пайка как же показать какую палочку возьму здесь на камере будет видно вот в этом месте вот где палка конечно здесь вот идет пайка это заводская пайка и очень часто на самоварах которые ремонтируются недобросовестные реставраторы сюда льют обычное олово хотя должно быть пищевое ну в общем не вникайте если это олово видно что она недавно запаяна соответственно значит менялась эта топка и такой самовар соответственно был уже после реставрации не знаю стоит ли вам его брать если вы не коллекционер так что думайте дальше вот эта топка она должна быть без вмятин полностью ровненькая без всяких трещин это очень первое нужно смотреть если есть трещины все сразу самовар не покупается я имею ввиду еще повторяю самовар который вы будете использовать у себя на даче ну или на природе дальше когда вы сюда будете заливать воду то есть вы покупаете самовар залили воды обязательно заливайте выше вот этих ручек потому что вот смотрите на каждой ручке есть тоже пайка если соответственно ручка плохо держится будет течь когда вы зальете воду сразу будет видно все вот эти вот подтеки смотрим туда вовнутрь вы не знаю покажет не покажет камера видите там внизу колосник такая ромашка ну так вот когда туда заливаете воду вот где ромашка подходит к стенкам когда вот здесь будет вода в этом месте она начнет просачиваться если самовар течет и вот на этой вот внизу на ромашки будет влага все соответственно самовар не стоит покупать это очень дорогой ремонт чтобы его запаять точно так же когда вы зальете воду здесь смотрите нет никаких подтеков здесь самое главное дело ручки еще внутри бывает очень сильная накипь и когда вы заливаете на холодную подтеков может не быть но когда вы нагреете самовар могут пойти подтеки то есть это тоже смотрите вот этот вот колосник в топке который я вам показал вот эту вот ромашка она должна быть ровненькая вот эти все лучи которые там внутри они не должны быть прогоревшими то есть у него должна быть ровная структура если он уже прогоревший соответственно самоваром очень много пользовались и это уже плохо но опять же это все относится вот к таким простым самоваром распространенным как вот этот самовар банка так называемая советская то есть этот самовар но он для коллекции грубо говоря не подходит по крайней мере в данное в наше время то есть его больше используют для чайпитий самовар нередки поэтому дальше смотрим на каждом самоваре есть вот такая вот крышка обязательно обращаем на нее внимание как она лежит на корпусе самовар она должна лежать плотно чтобы не было никаких здесь вот чтоб она вот так вот не было видите обязательно все плотно если у вас эта крышка плотно не садится либо она как-то вот криво вот так вот стоит это означает что вот эта топка сама она уведена либо влево либо вправо почему это происходит когда в самоваре мало воды ее топят причем очень сильная температура и топка от нагрева уходит либо влево либо вправо тоже очень плохо на это стоит обращать внимание также еще смотрим вот этот паровичок вроде думаете что вещь такая бесполезная но на самом деле это очень полезная вещь упускать пар такие паровички шли по моему если я не ошибаюсь мне говорили старожилы кто занимается самоварами что такие вот такого типа паровички шли до 71 года а потом уже пошли другие такие просто вырезанные в крышке не знаю если найду сейчас фото покажу также все рукоятки все ручки но это обычный как он текстолит или что это ручки могут быть деревянные всякие ну если их нету но самовар хорошем состоянии это не значит что самовар не нужно брать это легко заменяется можно даже купить в мебельной фурнитуре их там полно стоят они копейки ножки должны быть не мятые корпус должен быть не мятый кран обязательно когда будете покупать обязательно наливайте воды и проверяйте кран должен вот в таком состоянии максимум подкапывать не сильно если он прям течет значит что-то с краном не так комплектацию самовара обращайте внимание комфорка обязательно сверху тушилка обязательно должна быть ну не знаю когда я беру самовар и желательно чтобы это все было хотя это все отдельно можно купить если самовар стоит там самое главное зольник заводской то есть снизу когда у вас стопки топится дрова соответственно сюда попадает зола и она оседает вот здесь вот это заводская крышка зольник так называемый а это крышка откуда залу высыпать эта крышка чтобы золу отсюда высыпать для чего это сделано когда вы ставите самовар допустим на деревянный стол соответственно чтобы зола угли вам не падали на ваш столик красивый у моих самоварах вот этой вот детали нету очень многих поэтому обращайте на это тоже внимание ну я вырезал и всяких ну самодельные делаем всяких консервных банок из жестянки там вырезается в принципе не принципиально и вещи у кого руки из правильного места растут этот самовар я купил в этот базар ходили на рынок у моего знакомого взял самовар в прекрасном состоянии а так самовар вообще прекрасном состоянии внутри накипи нету полностью не реставрировался самовар у меня будет на продаже цена его семь с половиной тысяч отправлю хоть в африку но больше хотел его показать вам как выбрать самовар в хорошем состоянии чтобы не ошибиться не знаю все ли рассказал если что-то непонятно пишите мне соц сети ссылки все в описании кстати он 5 литровый я вот сколько раз разжигал 5 литров вот за глаза не знаю многие там любят видеорные там не знаю вообще 5 литровый первых быстро закипает и ну проще с ним короче в общем друзья вот такой вот у меня был обзорчик если кому-то чем-то помог буду рад если кому-то что-то нужно спросить вы пишите все ссылки в описании я всегда оставляю свои соц сети под моими видео так что пишите спрашивайте данный самовар у меня сейчас в продаже стоит он всем с половиной тысяч за сколько я его купил где и как можете посмотреть кто не смотрел у меня вышел ролик первого октября и там все показано почем и за сколько я его взял взял я его только ради того чтобы показать вам как же все-таки выбирать рабочий самовар именно для использования они для коллекции спасибо кто смотрел всем мир